Привет! Для вас снова кето-рецепты! Сегодня готовлю сырники-рецепт в кето-варианте. Сырники с кокосовой мукой, приготовленные на кокосовом масле. Очень вкусные, ароматные и полезные. Начнем готовить. От двух яиц отделяю белки от желтков. Белки взбиваю в крепкую пену. К белкам добавляю сахарозаменитель по вкусу, у меня ставя с эритритом, и еще раз взбиваю до растворения сахарозаменителя. В отдельную миску выкладываю творог. У меня полкилограмма жирностью 9%. Чем жирнее творог, тем сырники получатся вкуснее. К творогу добавляю 2 куриных желтка, щепотку морской соли и сахарозаменитель по вкусу. Перебиваю погруженным блендером до однородности. В полученную творожную массу добавляю взбитые белки, экстракт ванили, несколько капель. И все тщательно перемешиваю. В готовую творожную массу добавляю кокосовую муку. Сразу добавляю 4 столовые ложки и тщательно перемешиваю. Во время перемешивания ориентируйтесь на густоту творожной массы. Если она все же остается жидкой, то добавьте еще кокосовой муки. Я добавляю еще 2 столовые ложки и в итоге я добавила 4 столовые ложки кокосовой муки. Теперь творожная масса полностью готова. Набираю по столовой ложке и формирую сырники. Удобнее всего это делать влажными руками, тогда творог не прилипает. Когда все сырники уже сформированы, ставлю сковороду нагреваться. Готовить их буду на кокосовом масле. Я его заказываю через интернет-магазин. Кому интересно, где я его покупаю, оставлю ссылку в описании. Набираю небольшое количество кокосового масла и растапливаю. А тем временем сырники обмакиваю в кокосовую муку. Таким способом сырники можно заготовить впрок и убрать в морозильную камеру, доставать по необходимости и готовить обычным способом. Очень удобно, у вас всегда под рукой будут готовые полуфабрикаты для полезного кето-завтрака. Подготовленные сырники отправляю на хорошо разогретую сковороду с кокосовым маслом и обжариваю буквально по 1,5-2 минуты с каждой стороны на среднем огне до золотистой корочки. По необходимости кокосового масла добавляю еще. Как только с одной стороны сырники подрумянились, переворачиваю на другую сторону и доготавливаю. Если у вас есть свободное время, то сырники можно поджарить до золотистой корочки с двух сторон, затем переложить в жаропрочную форму, сверху добавить сливочного масла, еще можно залить сметаной и запечь в духовке до готовности примерно минут 15. Ну и просто пожаренные на сковороде, они отлично получаются. Перекладываю их на тарелку и сразу же подаю к столу еще горячими. Благодарю вас за просмотр, ставьте лайки, оставляйте комментарии, если понравился рецепт. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Впереди будет много интересных видео. Всем пока!